Дети войны В годы войны жили в селе, в доме. Родители, мать колхозница, отец конюх, колхозный конюх. Оба по тем временам были с образованием. У матери три класса образования, у отца четыре класса образования. Отца пытались и зампредседателем ставить, и этим, но он конюхом работал. В годы войны мы жили там. Мы выжили за счет коровы. Корова была, Галка звали, черная, ведерница. Голодно было. И одежды, почитай, не было. Нас пять человек в семье было. Остались мы, две старшие, учились. Отец нас заставлял их учиться. Учиться надо было идти за 12 километров в Перкопное село. Вот они там жили и учились там. Что относительно войны? Так-то мы не видали войны, но было холодно. И холодно очень было. Мы ели траву, траву всяких видов ели. Только какая трава появлялась, ели. Тюльпаны вырывали внизу, вырывали и ели. За солодиком, солодовый корень, мы ходили далеко, километров пять-шесть за солодиком. Нарвем, надерем его, а он плохо с землей лез. Принесем домой. Нагреем чаю. А тогда у нас глаза затекали, щеки в разные стороны были. И ели их. Пили его. Зато он был сладкий, вкусный, очень хороший. Видать, ну войны не видали, а дети войны. Я считаю, 18 мая 41-го года. Мне было три месяца, когда отца забрали на фронт. Он прислал открытку последнюю. Нахожусь под Смоленском. Иду в бой. Приду живой. Напишу, напишу. Береги детей, твой Василий. В 42-м году мы не похоронку, а получили известие. Пропал без вестей. А там, под Смоленском, по нынешним временам рассказывают, самая настоящая мясорубка была. А он был первым номером пулеметного расчета. Отец. Вот. Мать, за счет того, что я была маленькая, вот, мать в школе убиралась, на почте убиралась, уборщицей была. Детство своего помню. Одежды мало было. Перешивались. Раздались крики. Крики. Со всех домов выскакивали люди. Выскакивали очень много. Женщины в основном. Мужчины, там были то хромы, то еще каких-то других мужчин не было. И все около почты, около школы кричали. Женщины обнимались, кто плакал, кто кричал, кто ура. Такое было все. Мы, детишки, бегали вокруг взрослых. Этот председатель колхоза взялся, этот председатель колхоза поздравил всех женщин. Одни плакали, другие ура кричали. Но большей частью люди были очень рады. Вот это я хорошо помню. И нас кормили, обнимали. Победа, победа. А мы не очень осознавали, что это такое. Не очень осознавали. Пусть счастливыми будут люди, Мир другому даст путится мир. Мир другому даст путится мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok